МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Прямо сейчас о главных событиях в республике. В студии Ольга Пырычкина и сегодня в выпуске. Связь времен. Республиканский союз пенсионеров отметил 25 лет со дня своего образования. Новые рабочие места. В Яльчиковском районе открылся новый животноводческий комплекс. Личный бюджет в столице Чувашия прошел семейный финансовый фестиваль. Информационное противодействие терроризму обсудили в Чебоксарах. Но в начале заседания антитеррористической комиссии речь зашла об устранении последствий вчерашнего урагана. В минувшие сутки Чувашия, как и другие регионы при Волжии, пострадала от непогоды. В 93-х населенных пунктах республики из-за шквалистого ветра отключилась электроэнергия. Без света остались свыше 11 тысяч домовладений, более 24 тысяч человек. Вчера почти в полночь поврежденные участки электросетей были уже восстановлены. А сегодня специалисты приступили к ремонту крыш, социальных объектов и расчистке территорий от поваленных деревьев. Крайне важно, чтобы в случае чрезвычайных ситуаций были работоспособны резервные источники электроснабжения. Без этого трудно вести аварийные работы. Природа проверяет нас на прочность, на бдительность. Для сведения могу сказать, 93-х населенных пунктов было в случае отключения электроэнергии. Это начиная с утра до вечера. Были сформированы все эти оперативные ремонтные аварийно-восстановительные бригады. И в принципе справились с теми задачами, которые стояли перед органами власти. Что касается защиты информационного пространства от различных деконструктивных проявлений, то здесь работа должна вестись комплексно. Занимаясь вопросами освещения такой специфической темы, как противодействие терроризму, важно сохранить объективность, думать о целесообразности материала. И это уже на совести журналистов. Неслучайно многие из них проходят подготовку на специальных курсах, чтобы понять, как подавать информацию. Информация о ходе расследования экстремистских и террористических преступлений выдается в информационных выпусках новостей, а также в программах, созданных при содействии правоохранительных и контрольно-надзорных органов. У правоохранительных органов своя зона ответственности. Силовики обязаны работать на предупреждение. Говорили на заседании еще об одной угрозе – открытом интернет-пространстве, которое стало площадкой для экстремистов. Только в этом году в единый реестр были внесены более 2000 интернет-сайтов, содержащих запрещенную информацию. В этой борьбе нужны радикальные меры. Свои слова должны сказать и активисты. В некоторых вузах уже работают кибердружины, пресекающие преступную деятельность в интернете. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев. Сегодня в Ядрине отметили юбилей регионального союза пенсионеров. Его участников приехал поздравить и глава республики. Также Михаил Игнатьев проинспектировал, как в муниципалитете реализуются приоритетные проекты. Подробности у Дмитрия Ковалева. В свои преклонные годы они готовы дать фору молодым. Когда тебе за 50, не поздно и азы компьютерной грамотности осваивать. Специальные курсы для пенсионеров проводят под эгидой регионального союза. Современной жизни без освоения компьютеров не может быть. И мы обучаем компьютерному производству своих пенсионеров. В этом году мы должны обучить тысячу человек на платной основе по субсидиям Москвы, Министерства труда. Нет пределов и талантам членов союза. На выставке, приуроченной к юбилейным датам, уникальные работы мастеров. Вышивка, плетеные корзины, картины. Сегодня же во Дворце культуры выбирали лучшие хоры муниципалитетов. Лучшим членом союза пенсионеров глава региона вручил награды, а ветеранам войны юбилейные медали. Михаил Игнатьев отметил, что за 25 лет региональный союз пенсионеров стал мощной силой. В его ряды уже вступили более 150 тысяч человек. Инициативы старшего поколения реализуют и в рамках проекта «Активное долголетие». Пошагово, поэтапно разрешали все те вопросы, которые есть прежде всего для вас. Подответственно могут доложить. 69 тысяч 552 человека, ветерана, уроженцев Чувашской республики, сегодня имеют звание ветеран от трудового стажа. А будущему поколению республики необходима комфортная среда. «Связывая поколение». Проект по таким названиям будет реализован в Ядрине. Муниципалитет одержал победу в федеральном конкурсе. Многомиллионные гранты направят на реконструкцию одной из центральных улиц города. Улица Комсомольская расположена в исторической части старинного города. Вокруг немало особняков прошлого века, и это необходимо учитывать проектировщикам, отметил глава региона. Работы начнутся в следующем году. Из федерального бюджета муниципалитету выделят более 40 миллионов рублей. С другой стороны, для Ядриной это тоже большие деньги, которые никогда не было, и максимально с пользой для Ядриной это и с пользой. И максимально? Да. Мнение людей? Вы были, да. Улицу, именно Комсомольство. Среди приоритетов города на Суре и ремонт дворов. За сколько лет вы ядринцам скажете, что завершите эти дворовые территории? Если финансово увеличится, то, в принципе, 5-6 лет будет достаточно. В этом микрорайоне города благоустройство продолжается. Летом отремонтировали тротуары, установили новые скамейки и фонари. Впереди немало работ. Глава республики узнал, что необходимо юным жителям. А тут в хоккейной коробке сейчас зимой что, футбол играете или что там делаете? Футбол. Футбол. А летом что делаете? Летом футбол. Тоже футбол. Оборудовать во дворе новую хоккейную коробку и тренажеры должны уже в следующем году. Здесь установят и детский игровой комплекс. Еще одна хорошая новость. Ядринским школам удалось отказаться от второй смены. Сказали ядринцам, построим школу. Построили школу. Все, никаких вопросов. Спасибо, Михаил. Сказали вторую смену, с ними вообще раз и навсегда. Сняли вторую смену. Новая школа на 300 мест была открыта этим летом. Здесь обучаются начальные классы. Для ребят даже на каникулах работают и группы продленного дня. Здесь они у нас и занимаются спортом, и музыкой, музыкальные инструменты. Все, все, что вот рисуем. Михаил Игнатьев отметил, что в ближайшие годы вторая смена будет ликвидирована во всех школах республики. Дмитрий Ковалев и Валерий Лизюков. Республика. Ко дню работника сельского хозяйства в Яльчикском районе открыли новый сельскохозяйственный комплекс. В общей сложности в отрасли сельского хозяйства в этом году реализуется более 260 инвестиционных проектов. Для этого из бюджета выделено порядка 6 миллиардов рублей. Основанное в 2006 году сельскохозяйственное предприятие «Победа» под руководством Николая Александровича Головина пережило немало изменений. Сегодня оно не похоже на ферму в привычном понимании. Это суперсовременный животноводческий комплекс на 400 голов скота. Общая стоимость такого предприятия будущего составила 60 миллионов рублей. И до 70% от этой суммы возможно компенсировать по разным программам господдержки. Неплохо в этом году поработали предприятия пищевой перерабатывающей промышленности в части обновления и модернизации своих предприятий. В целом в этом году задача ввести объекты на 5116 условных голов. Как мы говорим, скотомест мы обязательно этот план выполним, создадим. Автоматизация здесь коснулась всех и каждого. Дойка осеменения, контроль за весом и здоровьем животного. Все управляется с помощью компьютера. Ошейники помогают нам определять, когда корова приходит в охоту. Все приходит автоматически на компьютер. Победа – семейное предприятие. Главные помощники, конечно, дети. В город как бы не тянуло, а всегда тянуло дом. Родной дом, родные края, родные места, ближе к родителям. Новые, хорошо оснащенные сельскохозяйственные комплексы интересны молодым специалистам. Так считает и будущий ветеринар Анна Степанова, которая выбрала местом для своей практики животноводческий комплекс «Победа». Я студентка пятого курса сельхозакадемии. Также я корреспондент журнала «Агро-выбор Чуваши». Так я летом приезжала брать интервью у директора этого хозяйства. И мне здесь очень понравилось, поэтому решила прийти на производственную практику. Сегодня в хозяйстве 310 коров. В планах у головиных увеличить поголовье до полутора тысяч. Осуществить задуманное планируют в ближайшие два года. Алина Сусметова, Богдана Дойникова, Валерий Рюзюков, Республика. Минувшей ночью в Чебоксарах открыли движение по Сугутскому мосту. Утром на работу горожане смогли добраться без уже привычной на этом участке пробки. Теперь в распоряжении автомобилистов четыре полосы. Так будет до марта следующего года. Весной на капитальный ремонт закроют вторую половину в сторону центра. На тротуарной части сотрудники компании-подрядчика еще завершают работы. Так мы застали заполнение битумно-резиновой смесью, разрыва между асфальтовым покрытием и желобом для ливневых стоков. Вода, когда будет течи сюда, чтобы она в лоток, чтобы здесь она не стояла. Сегодня, в конце рабочего дня, скорее всего, закончу. Встретившиеся нам автомобилисты оказались скупы на эмоции, однако мы уверены, те, кто ездят здесь постоянно, ровному асфальту и свободному движению рады. Открыли его, да? Да. Очень хорошо. Если построить хорошо будет, значит, замечательно будет. Работа нового пищеблока и открытие спального корпуса психоневрологического интерната в Алатарском районе под угрозой срыва. Подвел застройщик. Ситуацию на месте выясняли представители Министерства труда Республики и наша съемочная группа. В Алатарском психоневрологическом интернате живут 400 пациентов. Среди них есть и такие, которые не могут передвигаться и обслуживать себя самостоятельно. Из-за нехватки мест питаются пациенты в три смены. Новый пищеблок, который должны были открыть здесь в конце ноября, позволил бы решить эту проблему. Но подрядчик, организация «Союзстройинвест» не справился с поставленной задачей. Ждут здесь и появление нового спального корпуса на 158 мест. В настоящее время есть инвалиды с ментальным нарушением, которые ждут места своего, своего места в этом интернате. Введение, ввод его в эксплуатацию значительно улучшит именно качество жизни этих людей. И он очень нам нужен, этот корпус. К концу июня этого года были завершены только фундаментные работы. Все предложения и рекомендации ускорить ход стройки, работать в две смены, использовать специализированную технику и привлечь субподрядные организации, застройщикам были проигнорированы. Мы неоднократно встречались с подрядной организацией, проводились совещания очень часто. Выезжали на объект с Министерства труда и социальной защиты представители. Проводились протокольные совещания. Неоднократно проводились совещания с министром Министерства труда и социальной защиты. Также подключился кабинет министра в лице Ивана Моторина. Представитель кабинета Резяпов обещал только и не выполнял свои обещания. После того, как стройку взяло под контроль правительство Чувашии, темпы ускорились. 4 июля текущего года уже был заключен государственный договор субподрядной организацией ООО «Строитель плюс» в лице директора Владимира Фарбера, который в настоящее время осуществляет строительные работы на площадке. И необходимо отметить, что он взял на себя обязательства по окончанию строительства данного объекта. А «Союз «Строинвест»» в лице руководителя Эдуарда Резяпова ждет штрафных санкций за срыв обязательств. И, как заверила Алина Кузнецова, по предварительному подсчету они составят более 4 миллионов рублей. Сегодня исполнился 101 год с момента образования Всероссийского Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. «Комсомол» был самой массовой молодежной организацией не только в нашей стране, но и в мире. В некоторые годы его численность доходила до 40 миллионов человек. Основной задачей «Союза» было воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма. Первые комсомольцы участвовали в колхозном строительстве и индустриализации. Боролись с неграмотностью и голодом. В годы Великой Отечественной войны сражались на фронтах и в партизанском подполье. Имена многих героев комсомольцев навеки вписаны в нашу историю. В мирное время организовывали соцсоревнования, боролись за высокую производительность труда. И, конечно, участвовали в жизни района, города, республики. «Строится стадион, вот этот новый, большой. Тысяча человек за раз на стадионе. Я не скажу, что каждый день, но неделю раз мы там бывали». Кроме активной гражданской позиции, ВЛКСМ прививал навыки лидерства. Из комсомольских активистов вышли многие известные государственные и общественные деятели. Руководители предприятий, бизнесмены и предприниматели. В минувшие выходные географический диктант состоялся в пятый раз. Ежегодная международная просветительская акция собирает любителей и знатоков истории, географии, этнографии и экологии. Самой масштабной площадкой для проверки знаний ежегодно становится Чувашский государственный университет. Именно здесь расположена штаб-квартира регионального отделения Русского географического общества, инициатора и организатора просветительской акции. «Данный диктант – это такое интеллектуальное соревнование. Всем желающим от мала до велика проверить свои знания, посостязаться вот в таком интеллектуальном творчестве. Тем более география – это такая интересная наука». Участники диктанта – люди самых разных возрастов и профессий. Всего с начала организации акции ее участниками стали почти 900 тысяч человек. «Вот я учениками сюда пришел, например, да? Вот лучшие ученики мои пришли сюда. Мы очень рады, что вот такое мероприятие проводится ежегодно в Российской Федерации». Диктант поделен на две части. Первые 10 вопросов – так называемый географический ликбез. А вот для ответов на оставшиеся 30 вопросов придется применить образное мышление, системную логику и эрудицию. Все задания составляются на двух языках – русском и английском. Все участники диктанта получили сертификаты. Результаты можно будет узнать уже 29 ноября на сайте. Богдана Дойникова, Юлия Дюкова, Республика. В Чебоксарах прошел семейный фестиваль финансовой грамотности. Родители вместе с детьми учились планировать бюджет, зарабатывать и тратить. А ведущие экономисты и финансисты Республики давали практические советы. Подробнее Рефат Фаткулин. Ходить в магазин с калькулятором, который есть почти на каждом телефоне, теперь не стыдно. Все ради контроля за своим бюджетом. Эта тема стала одной из самых обсуждаемых на мастер-классах по финансовой грамотности. В магазин он ходит самостоятельно, то есть что-то покупает уже, чтобы знал, сколько денег нужно отдать, сколько сдачу получить. Наверное, с первого класса, в принципе, можно уже обучать детей уже как-то привлекательно немножко к этому, чтобы они все-таки знали ценность деньгам, что их нужно заработать, что нельзя их просто так вот пойти на что-то бездумно потратить. Как поступить, если очень хочется купить супер-айфон? Накопить, отложить мечту или взять кредит? Семейный фестиваль финансовой грамотности поможет сделать правильный выбор. В программе интерактивные игры, тесты, лекции и тренинги. Главная целевая аудитория – школьники, причем не только старших классов. Научить папу и маму разговаривать с детьми о деньгах – тоже часть проекта финграмотности, ведь первая встреча с финансами происходит на уровне семейного бюджета. Я вот своих детей учу, что у них всегда при любых обстоятельствах должны быть деньги. И как это можно сделать? 10% откладывать от всех доходов, которые они получают. И если у них это удается, я им еще добавляю. Поэтому у них приумножается. Молодым ребятам посоветовали не делать покупок в порыве эмоций и стараться формировать свой финансовый план. И главное правило – не тратить больше, чем получаешь. Фестиваль прошел в рамках Всероссийской недели сбережений при поддержке Минфины России. Мы немножко, конечно, не ожидали такого наплыва, такого интереса от всех участников. Но на сегодняшний день, вы видите сами, результат немножко даже превзошел наши ожидания. Сегодня у нас НАФИ, это научно-аналитический финансовый институт, проводит рейтинг регионов по финансовой грамотности населения. И сегодня мы в золотой середине в этом рейтинге, и по многим показателям мы превышаем среднероссийские показатели. Но вот, в общем-то, этот рейтинг как раз нам позволяет ставить новые задачи, новые цели именно вот в этом направлении. Чем раньше дети научатся о замсемейной экономике, тем выше шанс, что они станут грамотными распорядителями личных и общественных финансов. Рифат Фаткулин, Светлана Познякова, Никита Улев, Республика. Стали известны победители Всероссийской туристской премии «Маршрут года-2019». Среди финалистов были четыре проекта «Щу вашей», в том числе и променад спектакль «Нити судьбы». Он занял первое место в своей номинации. Спектакль «Нити судьбы» стартовал к 550-летию «Щебак Сар». Проект необычен тем, что главными героями становятся участники променада, а декорациями улицы города, а окружающее пространство – театральной сценой. Доверившись голосам в беспроводных стереонаушниках, каждый желающий может стать частью многовековой истории и по-новому взглянуть на «Чебак Сары». Со зрителями город говорит голосами ведущих российских и чувашских актеров. Самые известные из них – Данил Страхов, Михаил Ефремов и Александр Бордуков. Спектакль «Экскурсия нити судьбы» на Всероссийском туристском конкурсе занял первое место в номинации «Лучший маршрут в городе». Впервые в Чебоксарах прошел этап чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников. Слушали чтецов Юлия Важенина и Андрей Спиридонов. Он растуглый, прибавил силу килограмм к весу и три сантиметра роста. И дембель его был аккуратен, без оттяжек, почти день день. На сцене и в зале участники чемпионата России по чтению вслух. Лена с нетерпением ждет своего выхода. Еще в детстве она любила усаживать всех родных в ряд и читать им любимые произведения. Я как бы хочу получать от этого удовольствие. И я люблю выступать перед публикой. И это хорошая возможность показать себя. Хотелось бы с помощью интонации можно показать читателю, какой момент ты бы хотела выделить в этом произведении. В списке желающих показать профессиональное актерское чтение 42 человека. Выразительность, образность, интонация, темп. Учитывается все. Никто не знает, какое произведение достанется. Книга лежит в конверте. На чтение отрывка дается одна минута. Скорость здесь абсолютно не важна. Здесь вот именно передать настроение, передать идею автора. Вжиться в роли. Наверняка там будут диалоги. Может быть нужно какое-то перевоплощение. Ну, в общем-то, вот такие умения потребуются. Конкурс широкомасштабный, очень полезный для молодежи. Вот сейчас очень много говорят о том, что дети мало читают. Я не верю в это. Я вижу, что молодежь много читает. Читает с удовольствием. Русская проза и поэзия – зарубежная классика. Из 42 участников в финал прошли лишь 10. Им предстоит прочитать вслух Александра Твардовского. Победитель представит Чувашию на следующем этапе конкурса. Поедемте-ка, Львов, сказал мне однажды уже известный читатель Ермолай. Мы тому только не стреляем вдоволь. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика. Необычное свечение над Новочебоксарском заметили минувшим вечером жители. В социальных сетях появились десятки фотографий с ярким пятном на небе. Портал на связи.ру объясняет данное явление подсветкой нового тепличного комплекса около деревни Кадиркасы. Это крупный инвестиционный проект. Открыть комплекс должны в ближайшее время. Яркому свечению в небе также поспособствовала низкая облачность. Ну а сегодня в Чуваксарах и в ряде районов республики выпал первый, но не последний до конца недели снег. По прогнозам, осадки продолжатся до выходных, а столбик термометра будет опускаться все ниже. По прогнозу гидрометцентра, за следующие двое суток в Чуваксарах может выпасть до 12 миллиметров осадков. С учетом того, что еще не все автомобилисты сменили резину на зимнюю, сайт погоды 21.ру прогнозирует в четверг, 31 октября, так называемый день жестянщика. Множество мелких аварий из-за скользких дорог. В ночь на пятницу в республику могут прийти по-настоящему зимние морозы до минус 13 градусов. Вот таким прохладным стал этот вторник, 29 октября. Я с вами прощаюсь. До завтра. Субтитры подогнал «Симон»